добрый день сегодня хочу рассказать о своем странном способе посадки картошки как ее сажаю я много смотрела видео про посадку картошки в сено в солому ни сена ни соломы у меня нету поэтому сажать я буду в то что у меня есть а что у меня есть у меня есть остатки травы сочной листьев прошлогодних из них я делаю вот такие вот холмики высыпаю это в яму это ничего не складываю мне не нравится туда доставать здесь она все перегнивают и дает как раз хорошую почву для того чтобы посадить мою картошку ни для кого не секрет что картошку надо брать среднего размера где-то 60 70 грамм и чтобы хорошо хорошие были на ней вы чечки что такое вы чечки это ростки которые достаточно много чтобы они были не длинные они должны быть толстенькие и должно быть много тогда картошка картошка должна быть без пятен без порезов то есть здоровая картошка и проращивала я ее где-то месяц своих холмиках я делаю вот такие ямки в ямку ложим до самого основания земли нашу картошечку картошку понятное дело вы ложим вы чечками всех вот как можно больше чтобы хитик было вверх вот такую пол лопатки пепла мы ложим в каждую ямку насыпаем на каждую картошечку пепел дает нам кальций пепель дает пепел нам дает подкормку и пепел защищает нашу картошку от заболеваний теперь мы собираем целый месяц а может и всю зиму скорлупки от яиц и по одному яйцу разломаю разлом его мелко и насыпаем опять в каждую лунку это скажем где-то с дедовский способ защита от личинок если я только майского жука попадает на скорлупу она порежется и естественно сдохнет плюс это идет еще и подкормка у нас тоже органическая подкормка вот у нас немножко есть куриного помета которому уже два-три года его мы тоже набираем где-то пол лопатки это же насыпаем каждую лунку это даст нам еще одну подкормку то есть каждый грин тилент который мы добавляем добавляют каких-то питательных веществ в нашу ямку более того по ходу показывающую свою голубику как она у меня уже распускается вот и что интересно в этих посадочных лунках то что постепенно пищевые даже не пищевые трава вот эти все листочки перегнивают дают нам теплую грядку она перегнивает и дает подкормку картошки не надо перекапывать наш грунт потому что нет у меня силы времени копать огород поэтому вот такой упрощенный способ посадки картошки я уже так делаю третий год и очень довольна следующий элемент который я обязательно добавляю это сульфат аммония это азотное удобрение которое содержит серу очень хорошо дает азоту поглощаться растением и это защита от проволочника то есть наша картошка будет защищена полос здесь буквально скажем так чайной ложечки будет достаточно на одну одну картошечку и еще насыпают чуть меньше чайной ложечки так после того как все наши составляющие положили в яму я ямки закрываю для того чтобы это красиво выглядело присыпляют дробленной веткой у нас на вилка дробилки мы дробим закрываю свой холмик чтобы это не выглядело как просто мусор и укрываю так оформляю нашу скажем посадочную ямку и последнее что я делал это перекапываю между ряде чтобы это действительно выглядело немножко прилично чтобы это вот имела такой вид теперь наша картошечка будет себе потихоньку расти мамы с минимум затрат с минимум перекопки создали очень питательную среду для роста картошки о своих результатах выращивания картошки что у меня получится буду собирать урожай обязательно покажу как это вышло во первых это удобно будет копать даже не нужно копать я руками разгребаю потом эти холмики и достаю картошку всем хорошего дня если интересно подписывайтесь на мой канал голубика днепр буду рассказывать про свой опыт свои методы вот такой метод у меня посадки картошки всем мирного неба